С вами Виталий Кремесенко. В этом видео мы поговорим о аренде недвижимости в Чешской Республике. На какие моменты нужно обратить внимание? Первое, на что я бы обратил внимание, это когда вы арендуете квартиру, она может находиться в статусе жилой недвижимости или нежилой. На что это повлияет на вас, как на иностранца? Если вы арендуете квартиру в жилом состоянии, то есть как бытовая гнотка, то вы сможете иметь регистрацию на полицию. Если же вы будете арендовать нежилое помещение, это у бытовая гнотка или ательер по-чешски, то тогда вы не сможете иметь регистрацию на полицию. Это дополнительно вам будет проблемой, вам нужно будет искать дополнительное место регистрации, платить за это деньги, неизвестно как вы будете получать почту с того адреса и так далее. Поэтому это можно организовать, но это будут дополнительные расходы. Поэтому обратите внимание, чтобы помещение было жилое. Второй момент, на что я бы обратил внимание, это на срок действия договора. На что он имеет влияние для вас. Если вы иностранец и находитесь в Чешской Республике на основании рабочей карты, студенческой, воссоединения с семьей, либо предпринимательской, то настанет время, когда вам нужно будет продлевать эту карту далее. Так вот, вам дадут дальше на полиции документы пребывания, это опять же рабочая карта, студенческая и так далее, ровно на столько, сколько будет у вас срок действия договора аренды. Поэтому это может быть для вас проблемой, вам придется несколько раз продлевать, а это дополнительные расходы и время ваше. Поэтому я рекомендую делать на неопределенный срок договор, либо же на 2-3 года или 4 года. И третий момент, на что нужно обратить внимание, это на условия расторжения договора. Может быть 2 варианта расторжения договора. Первый это законный способ, то что регламентирует закон. Это арендатор, либо арендодатель должен предупредить вторую сторону за 3 месяца до расторжения, если срок действия еще действует договора. И вы хотите раньше его расторгнуть. И второй вариант, это когда вы без оснований одна из сторон, просто предупреждая вторую, за 2-3 месяца, сколько вы определили в договоре, и расторгаете без оснований, без причин. Для арендатора я рекомендовал бы лучше на основании закона, чтобы была ссылка на закон, что расторгается договор только на основании закона. Закон больше защищает арендатора, и в этом случае у арендодателя практически нет оснований вас выгнать раньше срока, если вы исполняете условия договора. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также я вам рекомендую, обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед тем, как заключать договор аренды в Чешской Республике. Если вы не понимаете в этом. Почему? Потому что это может привести к дальнейшим расходам вам дополнительным и каким-то проблемам.